Итак, в вашей статье Wall Street Journal говорится, что ЦРУ и Государственный департамент США создали этот кризис. Почему вы так считаете, и для чего это им нужно? Цель – ослабление России. Если Украина войдет в ЕС, последует и ее включение в НАТО. Если она станет частью Альянса, США смогут разместить элементы ПРО, способные сбивать баллистические ракеты России на ее границах. Также на Украине будут размещены и другие виды военных баз. Это повлияет на эффективность стратегических сил России, а значит ослабит ее сдерживающий потенциал. Это уменьшит возможности русского правительства противостоять доминированию Запада. Следующий вопрос. А зачем это нужно ЕС? У ЕС нет выбора. Страны НАТО – это часть американской империи. У них не больше независимости по отношению к Вашингтону, чем в свое время страны Варшавского блока имели по отношению к Москве. Неонацисты пришли к власти в Киеве. Это была частью плана или ситуация просто вышла из-под контроля? Тут не все однозначно. Вначале я думал, что Вашингтон потерял контроль над развитием ситуации со свержением власти на Украине. Что они просто просмотрели этих людей. Но некоторые из моих источников информации утверждают, что Вашингтон понял, что лидеры протеста недостаточно сильны для захвата власти. И поэтому им потребовалась организованная сила. И мои источники утверждают, что Вашингтон действительно работал с праворадикалами и ультранационалистами. Обама ранее заявил, что США не признают результатов референдума в Крыму. Продолжайте. Президента Обаму не интересует мнение миллионов людей, живущих в Крыму. При этом он не устает рассуждать о демократии. То есть налицо двойные стандарты. Позиция Вашингтона такова, что все, что служит достижению его целей, это законно. А все, что встает на пути Вашингтона к его целям, это незаконно, недемократично и нарушает права человека. Почему вы называете западные СМИ фабрикой лжи? Они потеряли свою независимость. Западные СМИ лишены независимости. СМИ в США потеряли свою независимость во времена президента Клинтона. Именно тогда пять крупнейших мегакорпораций подгребли под себя когда-то независимые СМИ. Сейчас стоимость этих гигантских корпораций зависит от наличия федеральных лицензий на осуществление деятельности. То есть, если они пойдут против интересов правительства, запросто может оказаться, что эти лицензии не будут продлены. Что означает, что стоимость компании упадет до нуля. Кроме этого, СМИ больше не управляются журналистами. Они управляются теми, кто привлекает рекламу, политическими консультантами и бывшими чиновниками. Все эти люди следят за тем, чтобы доходы от рекламы поступали без проволочек и не было противоречий с линией правительства. А это означает, что американские СМИ в настоящее время являются министерством пропаганды, как для правительства, так и для корпораций. Санкции. Если до них дойдет, кто понесет наибольшие потери? Санкции – это шаг к войне, проиграет от них весь мир. Возможен ли в этой ситуации выход, устраивающий все стороны? В Третьей мировой войне не будет победителей. Это начало новой холодной войны? Новая холодная война началась 23 года назад. Сразу после крушения СССР. Советники президента Рейгана нарушили все соглашения, которые Рейган достиг с Горбачевым. Они расширили НАТО на восток до самых границ России. Они нарушили все договора о контроле над вооружениями, существовавшие между Вашингтоном и Москвой. Они финансировали и организовали цветные революции в бывших республиках СССР, включая, например, Грузию, место рождения Иосифа Сталина. Сегодня Грузия – это марионетка Запада. Обсуждается возможность ее включения в НАТО, что означает еще больше американских военных баз на границе России. А теперь они занялись и Украиной. Они делают и Украину своей марионеткой, что означает то же самое – больше американских военных баз на границе с Россией. Вашингтон вступил в конфронтацию с Россией, и ситуация предельно серьезная. Они заявляют – сдавайтесь, или будет война. Соррендер, or war.